И вот что нам обещают, все это стоит недорого, поэтому здесь вы доверяете только моему ощущению. Прям спиртягово! По ощущению они прям такие, что лучше их даже и не расчесывать. Просто нужен бальзам срочно. Итак, что же я чувствую? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас ванна красоты, наконец-таки! И вы просили меня ботекс для волос? Вы просили меня что-то супер прикольное? Так вот, я вам нашла в белорусской косметике, вот фирма Битекс, да? Да, вот она, Битекс. Шоковая терапия, программа глубокого восстановления поврежденных волос. И вот что нам обещают, на картинке все нарисовано до и после. И все это длится очень быстро. Здесь какой-то продукт, который нужно разводить один к одному. Ой, тут даже мерная есть бутылочка, ванночка. Бля, столько здесь всяких. Она мне вообще пригодится. Офигенная баночка. Блин, как ее назвать? Баночка, бутылочка, емкость. Офигенная емкость, в которой очень много всяких делений вообще на всех языках, мне кажется. И вот такое вот средство. Я так поняла, вообще это на два раза хотя бы должно хватить нам здесь. В общем, один к одному с водичкой разводишь, холодный. И уже наносишь на свои волосы. То нам делают вообще ровные, шелкобистые, там густые, гладкие волосы. Вот называется шоковая терапия. Филлер экспресс бондинг. Инъекция красоты для волос. Совершенство за 15 минут. Но мне понравилось именно применение, да? То есть это разводишь, ты это не готовая какая-то смесь. На маску похожа, да? Просто наносим, мы ходим 20 минут и все прекрасно. С маской то же самое, да? А именно, что ее нужно как бы с водой смешать. А не сразу с водой не смешали. Наверное, потому что там что-то другое. Что нельзя сразу... Надо, если с водой смешал, то сразу на волосы наносить. И еще момент. Вообще я ходила в белорусскую косметику. Я там кое-что еще купила. Мы будем теснить на моем втором канале. Еще я нашла программу там. То есть мне хотелось прям что-то такое программное сделать. Там первое с специальным шампунем. Потом второй этап что-то там нанести. Третий этап еще что-то нанести. Четвертый еще что-то нанести. И на самом деле вот из этой серии у них есть и поэтапное. И вот первый этап это вот такой шампунь. У меня шампуни заканчиваются с ними. Беда, вы знаете, у меня от них сохнет волосы. Там фикс прайсовские разные. В общем, я в поисках нормального шампуня. И в общем, я решила этот попробовать. Тем более, он первый этап для пошагового восстановления волос. Именно этой шоковой терапии. И что делает этот шампунь? Он глубоко очищает. И я подумала, что в принципе вот это, это самостоятельная единица. Это никакой не шаг. То есть помимо того, что есть там пошаговое все, да. Это самостоятельная единица, которую вы можете взять и попробовать на свои волосы. Но так как мне хочется результат более интересный, я взяла шампунь. Просто думаю, ну пусть она очищающая шампунь. Она первый этап. Пусть мы ее сделаем, вот такую очищающую шампунь. И тогда вот этот филлер, он ляжет еще более глубже. Да. И будет, наверное, результат прям хороший. Все это стоит недорого. Это стоит 270 рублей. Шампунь стоит 190 рублей, по-моему. И вообще вся эта пошаговая система, там она до 200 рублей. 199, 150, вот что-то такое. И кстати, когда я начала читать способ применения, здесь как раз таки написано, что рекомендуется использовать перед вот этим вот филлером шампунь из этой серии. Я прям не читала, но как чувствовала, взяла. Итак, что я вам могу сказать? Мы можем посмотреть мои волосы до, но я вам сразу могу сказать, что до и после будет супер-мега результат. Даже если бы мы просто помыли голову и просто бы я использовала все свои привычные средства. Тем более у меня сейчас волосы немножко подкрученные были, да. Поэтому здесь вы доверяете только моему ощущению. А оно у меня честное. Я вас никогда не обманываю. Поэтому я вам просто покажу, конечно, до и после. Ну, разница будет так очевидная. Я вообще давно уже хочу подстричься, но сейчас я подумала, что и хорошо, что я не подстриглась. У меня очень сухие кончики, которым прям нужно глубокое восстановление, увлажнение. И мы заодно и посмотрим, как справится вот это все средство с моими кончиками, да, что оно и сделает. Вот, поэтому сейчас я беру шампуньку из этой серии, мою свои волосы два раза. Всегда я мою волосы. Потом мы их немножечко подсушиваем, делаем нашу смесь и начинаем наносить на волосы. Поехали! Полно классных полотенчиков, я все время вот этим бежевым пользуюсь. Все, помыла волосы, могу сказать, что шампунь безумно круто пахнет. Он очень хорошо пенится. И сейчас после него волосы как раз такие, которым просто нужен бальзам срочно. Ну, то есть, видимо, он открыл эти поры все, да, и они прям такие, прям с открытыми порами. Все, сейчас подсушим чуть-чуть волосы. Даже я сейчас, наверное, вот так вот замотаю их немного. Подсушим. Сколько сильно там подсушить надо? Давайте еще раз прочитаю. Нанесите смесь на чистые подсушенные волосы, отступив 2-3 сантиметра от корней. Уделяю особое внимание кончикам. Для удобства нанесения можно воспользоваться кисточкой. Держать потом нужно будет 15-20 минут. Ну, это я еще потом прочитаю. Я не знаю, насколько мне удобно будет кисточкой работать, потому что кисточкой это нужно разделить сейчас волосы. А волосы сейчас очень сложно разделить, потому что они, хоть я их не запутывала вот так вот, да, но они прям такие, что сложно как бы там. Я не знаю, как я сейчас буду наносить вообще, честно говоря, посмотрим. Вот вы видите, какие они сейчас вот. Очень неудобно их сейчас расчесывать. И по ощущению они прям такие, что лучше их даже и не расчесывать. Потому что будут драться волосы. Ну, не драться. Драться между собой. Нет, я имею в виду, что драть буду. Так, я беру вот такую емкость. Сейчас мы здесь все это дело будем делать. Нужно сделать ровно один к одному. Взболтаю. Не знаю, надо ли это делать, но я взболтаю. Здесь вот такая, значит, мерная емкость. Опять забыла это слово, да. Сейчас я в нее налью прям, что здесь у нас? 8D, AFL какие-то. Ну, вот 30 миллиграмм вроде бы. Мне вообще кажется, мне много надо. Она прозрачная жидкость. Это вообще прозрачная. Сделаю я, ну, давайте 20. А здесь всего 80, да. Вот 20 я сделаю сейчас. Наливаю сюда. Запах так себе. Так, наливаю. 20. И сюда же холодной воды. Сколько? 20? Ну, 20? Вроде 20. Наливаем. Ух ты! Ничего себе! Вы видели, что становится сразу? Становится сразу. Каким-то твердым. Волосня моя. Прям химическая какая-то это. Процесс пошел. Фу! Запах спиртом пахнет чуть-чуть. Так, все это тщательно перемешиваем. Вот видите, мало как бы для моих волос. Мне кажется, очень мало. Мне надо все, наверное, один к одному делать. Сейчас проверю, как оно будет наноситься. Ну, все, тщательно перемешала. Прям запах, да. Спирта. В хорошо проветриваемом помещении надо делать. В хорошо проветриваемом. Че я сглатываю, блин, окончание? Ну, все, смотрите, вот сделала, да? Все, давайте теперь наносить на наши волосы. У меня такое ощущение, что это нужно прям делать с перчатками почему-то. У меня здесь есть одна затерянная перчатка. Все, делаем одну сторону. Я начну делать прям с кончиков, честно говоря, вот так. Вот, видите, прям беру и наношу кончики. И выше, выше, вот так села. С другой стороны. Прям, мне кажется, это на одну сторону. Видим, эти мои 20 грамм. И расчесывать, главное, нельзя, понимаете? Не расчесываешь. Короче, мне кажется, мне надо сделать все. Че я экономлю, да? Сейчас я вот это выпользую и все сделаю. Вот, 2-3 сантиметра вот там. А где моя мерная? Детка моя мерная. Сколько тут у тебя осталось? Прям все сейчас сделаю. Пропитаю хорошо. Вот, 30 прям полная. И полная холодная. Прикольно так. Запах, он, знаете, вот он, есть там вот запах какой-то, который просачивается, но при этом сверху еще и приятный запах есть. Когда выветривается вот этот вот, я не знаю, как. Вот, что это за состав, из чего оно, надо будет посмотреть. Что именно это пахнет так сильно. Так, все. Наносим на вторую сторону, с кончиком, потому что им нужно особое внимание. На них точно должно хватить. Если вам будет это делать кто-то, на самом деле, вот как краской наносить, то хватит, ну, может и на 2 раза хватить. Просто я, видите, не разделяю все это, и в итоге по-другому все. Прямо спиртяга в лицо, ой, в нос. Уже вот на этой стороне не так удобно наносить, внутри вот так, кисточкой. Так, в итоге я все сделала. Все хорошо у меня тут равномерно по всем волосам распределилось, я думаю. Можно попробовать, конечно, чухануть. Кончики. Мне кажется, не стоит, а все бы. Фу. Фу. Фу-фу-фу. Так, теперь я беру все волосы и заматываю, наверное, наверх, да? Ой, ну не наверх, а вот так хотя бы. Заматываю, закручиваю. Чуть-чуть закручиваю, потому что иногда есть какие-то средства, которые закручивать нельзя. Берем пакет. Пакеты можно раскрутить. Беру пакет и как следует завязываю плотненько. Вообще держать можно не завязывать пакетом, я так поняла. 15-20 минут. Но если мы завязали пакетом сейчас, так как я все время спешу куда-то, да, то можно завязать пакетом и намотать полотенце и держать 10 минут всего лишь, да? Но я буду держать 15. Странное ощущение, аромат стоит и приятный, и неприятный одновременно. О, я что, я мучаюсь? У меня, смотрите же, какая шапка есть. Влезет туда, интересно? Все хорошо. Консистенция. Она еще с батареей у меня, тепленькая. Класс. Вау. Вообще супер. Вот. Это я в фикс прайсе брала. Офигенная штучка. 77 рублей стоит. Все, держи. Все, через 15 минут вернусь. Та-дам! Ну что, мои хорошие, прошло на самом деле даже 20 минут. Я чувствую, что где уши у меня здесь нагрелось, но на самом деле долгое время, ну как бы даже сейчас, если я вот так вот придавлю, то я чувствую холодное, как бы, да? То есть нет такого, что прям какая-то реакция там была, что прям волосы нагрелись, да? Поэтому мы можем смело, короче, смывать уже. То есть они холодные. Они здесь остались холодными. Ну, от головы идет тепло, естественно, где голова, у меня там тепло. Запах такой же. Ну все, по инструкции теперь написано, что мне нужно хорошо промыть мои волосы. Я еще такая думаю, а чем их мыть? Опять тем же шампунем? Нет, их просто нужно хорошо промыть под теплой водой. И уложить своим привычным способом. А я обычно укладываю на фен с большой расческой просто. Брашен. Все, пошла мыть. Так, ну что, я помыла волосы, немного их подрасчесала. После того, как они 20 минут у меня были все-таки под этим средством, можно было кончики немножечко расчесать. Я как-то так больше люблю, чтобы они были под водой уже у меня расчесаны. Но я не увлекалась этим делом. Просто чуть-чуть, немножечко, такой аккуратной расческой, не которая дерет. А вот из фикс-прайса мне нравится расческа. Вот она. Вот она. У нее такие тоненькие вот эти вот волосочки, что они прям, ну, не дерут волосы. Они очень мягко расчесывают. Я ей расчесываюсь под водой, она для этого просто идеальная. Вот. Волосы мне показалось какие-то, знаете, прям поплотнее стали. Но на самом деле это было написано уже на шампуне, что вот благодаря этому шампуню волосы уже становятся гуще. Типа с первого применения вы уже можете, как бы, дотронуться и понять, что они стали плотнее. Но если еще и средство у нас сверху, то наверняка, как бы, да. Все. В общем, все смыло. Хорошо достаточно смылось. То есть не было с этим проблем никаких. Вот так вот руку запускаю, все густо как-то там. Скорее хочется посушить и посмотреть, что же там в итоге. Что, я начинаю сушить. Использую свою расческу и обычный фен. В общем, вернусь. Когда просто посушу, не буду крутить ничего. Прям волосы вот мягкие. Мне нравится. Сушим. Вы видите? Рука проходит просто. Я расчесала, девочки, вот до сюда, чисто кончики. Рука проходит. Гарно. Ну, достаточно шикарно. Серьезно говорю. Ну, что, мои хорошие. Я посушила волосики. Смотрите. Как бы они у меня чистые тоже, может быть, выглядят очень хорошо. Да? Давайте сзади. Сейчас я вам покажу. А сейчас дам свой отзыв. Что я чувствую. Итак, что же я чувствую. Мне понравилось это средство, если честно. С учетом того, что я не наносила никаких средств. Ни масла на кончики, ни бальзама, никаких спреев. А просто посушила. Да, мне это средство нравится. Я так понимаю, что у него еще накопительный эффект есть. Но с первого раза, в принципе, можно ощутить. Я припоминаю салонную процедуру ботокс для волос. Там кератиновое выпрямление. И вы знаете, ну, может, кератиновое выпрямление, если делают, то волосы прям вообще такие прям, знаете, ламинирования, да? Они вообще какие-то такие прям плотные-плотные даже. Здесь уже под густота вот здесь. Но что касается ботокса, честно, нет отличия вообще для меня. После ботокса точно такие же были приятные волосы. Они даже примерно, процедура примерно так и выглядела. Какой-то состав на очищенные волосы нанесли мне и все. И потом вот они такие мягенькие, такие классненькие. Мне кажется, что за 270 рублей, замечательное средство, вы можете даже не покупать специальный такой шампунь. Если у вас есть свой шампунь глубокого очищения, вы можете его использовать перед нанесением именно вот этого средства. Еще раз повторюсь, оно самостоятельно продается. Это не какой-то этап из шагов. Это отдельные шаги. Там есть другие средства. Это идет самостоятельное средство. Шоковая терапия. Вот такая вот инъекция. Гладкость и густота. Да. Да. С первого применения. Да. Я не скажу, что кончики прям такие суперские, прям стали, знаете. Но вот что касается вот здесь вот по длине, по всей. Ну кончики немножко увлажнились. Ну мне понравилось. Я, возможно, даже еще буду пользоваться этим средством. Просто, ну чтобы вы мне поверили, да, это вам реально нужно попробовать. Просто попробовать. Моё вердикт, моё мнение, хотела сказать. Вы поняли. Мне нравится, я рекомендую попробовать. Все, мои хорошие. А, ну что, я не знаю, что вам сказать. Я еще ничего не сказала на самом деле, да. Ну вот это вот шампунь, это шампунь-праймер для волос. Что у него здесь? Просто основные моменты, да. Да, гиалуроновая кислота, гидролизованный гератин и пантенол. Вот сюда вот входит. Комплекс активных компонентов превосходно очищает, делает волосы ощутимо гуще, усиливает мягкость и послушность волос. Но я думаю, что его не нужно использовать там. Он не для ежедневного применения, мне так кажется. А именно, ну может раз в неделю очищать волосы свои от всяких средств, которые вы наносите. Вот, но не каждый день. Мне так кажется, я могу ошибаться. Ну и шоковая терапия, программа глубокого восстановления поврежденных волос. Филер, экспресс-бондинг, инъекция красоты для волос. Совершенство за 15 минут. Один к одному, филер плюс вода. Результат после первого применения, гладкость, густота, блеск волос. Активные компоненты. Церамиды. Они заполняют поврежденные и пористые участки, восстанавливая и укрепляя волосы изнутри. Вравнивают и разглаживают путикулу волос, придавая волосам гладкость и упругость. Пантенол. Проникает внутрь волоса, наполняя их дополнительным объемом и увеличивая плотность и густоту волос. И масло манои обеспечивает глубокое питательное увлажнение прядей, не по-русски все сказала, предупреждает появление секущихся кончиков, придает волосам мягкость, желковистость и бриллиантовый блеск. Создано научным центром Belita Vitex. Вот так. В общем, я рекомендую, попробуйте, это недорого. В принципе, у кого короткие волосы, вообще на два раза хватит. Получается, это не 270 рублей, а 35. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось, надеюсь, я для вас открыла что-то интересненькое и будут ваши волосы такие же шелковистые, как у меня. Но я с вами прощаюсь до следующего видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. А подождите, я еще купила кое-что, сейчас покажу, что будет на моем втором канале, и, возможно, ссылка будет уже под видео на этот видеообзор. Сейчас покажу. Вот, видали когда-нибудь такое? Розовая вода. Не BB крем, не CC крем, а ЕЕ крем. Я первый раз такое увидела у Полины, на самом деле, в сторис, она заходила в косметику, вот такую вот белорусскую, и типа ЕЕ крем для лица с матирующим тональным эффектом. Думаю, надо попробовать. И, кстати, вот он есть не во всех магазинах. В одном я пошла, там нет у них вообще этой серии розовая вода, вот, а в другом уже есть. Так что переходите на мой второй канал, ссылочка под видео, и я буду тестировать это тональное средство. Посмотрим, что за ЕЕ крем. Все, пока-пока, целую, люблю. Субтитры сделал DimaTorzok